Как вы думаете, удобно ли мамам с колясками или маломобильным гражданам спускаться вот по такому наклонному пандусу? Я думаю, что нет. А вообще мы находимся в зоне апокалипсиса на Пролетарской улице в Оренбурге. Здесь перейти дорогу составляет большую трудность, что под землей, что над землей. Сейчас мы это увидим. Если говорить о пешеходных подземных переходах как о части городской среды, то она крайне неудобна для маломобильных групп населения, для пожилых людей, да и в конце концов для девушек на каблуках это тоже вызовет трудности. Я прошел 100 шагов, чтобы пройти на противоположную часть проезжей части, а мог бы сделать всего 20 по надземному пешеходному переходу. Единственное, его, конечно же, необходимо оборудовать по всем требованиям безопасности. Нанести разметку, установить освещение, возможно, светофор с кнопкой вызова. А вы какой вариант выберете? Может быть дешевле все-таки сделать наземный пешеходный переход и обустроить его со всеми нормами и правилами? Это будет удобнее для жителей? Нет, нет. Потому что тоже это въездные ворота города, там тысячи, а то может сотни тысяч машин ежедневно через это проходят и очередной наземный пешеходный переход со светофором, безусловно, усугубит и то очень сложную дорожную обстановку. Поэтому, естественно, будущее только за какими-то надземными и подземными переходами. Мы находимся на улице Чечерина у средней школы номер 24 и здесь есть явно небезопасный пешеходный переход. На нем нету дорожной разметки, нету светофоров Т7 мигающих, нету светофоров с кнопкой вызова. И здесь рядом школа. Детям небезопасно переходить этот пешеходный переход, тем более он упирается в проезжую часть прилегающей улицы. Значит, в этом году у нас запланировано здесь открытие этой школы, потому что она два года находится на капитальном ремонте. Запланированы сюда денежные средства для того, чтобы его перенести, ну вот в район, где стоит автомобиль, он будет построен на подходы, установлены Г-образные опоры, знаки над проезжей частью, что требует с ГОСТом. Поэтому разметка здесь временно не наносится, потому что он будет перенесен в другое место. Ну тогда надо было, наверное, закрыть этот пешеходный переход. Ну, закрывать. С ГОСТом, если есть пешеходный переход, должна быть разметка. Нет, на ГОСТ предусматривали как наличие разметки, так и отсутствие. Вы считаете, что... В правилах дорожного движения четко написано. Правила – это вышестоящий документ над ГОСТом. Они главенствующие, они утверждены постановлением правительства, поэтому это главный документ. ГОСТ – это рекомендательный характер носит. То есть вы прочитали этот ГОСТ, что на пешеходном переходе можно не наносить разметку, правильно Господин? Нет, она может присутствовать, может и нет. Ваша позиция понятна. Это ГОСТ. Улица Максима Горького. Ее жители отметили как наиболее убитую дорогу. И вот сейчас Иван замеряет там огромную яму. И ям действительно на этой улице очень много. Давайте спросим у чиновников, будет ли эта дорога отремонтирована. И вообще о планах по городу, потому что дорог в плохом состоянии очень много. Да, действительно, состояние дороги очень плохое, так скажем. В рамках реализации регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на этот год запланирован ремонт этой дороги. Ну а вот сейчас все-таки эти ямы, они ненормативные, они вызывают опасность на дороге. Какую-то превентивную меру-то до ремонта можно сделать, чтобы от этих ям избежать? Безусловно, я с вами согласен. Но учитывая дефицит финансовых средств, учитывая то, что ямочный ремонт, ну, после будет это все расценено контрольными организациями, что неэффективное расходование денежных средств. И также, учитывая, что таких ям, к сожалению, очень много, поэтому мы эти все ресурсы пустили на те дороги, на которых в этом году всякого случая ремонта не будет. Может быть, тогда закрыть этот участок для движения? Ведь он аварийно опасный. Есть огромные ямы. Ну, к сожалению, этот участок мы не можем закрыть, потому что это самая, наверное, важная артерия города. Может быть, все-таки стоит обезопасить ее? Но сколько стоит заделать вот эту яму? Ну, это... Кажемные меры аварийные. Ну, это где-то тысячу с небольшим рублей. Тысячу триста мы считали. Один квадратный метр себестоимость ямочного ремонта вот таким асфальтом. Большие деньги для города, чтобы вот обезопасить эту дорогу? Ну, у нас, я еще сказал, таких ям и на других участках очень тоже достаточно много. Улица нагружена. Смотрите, сколько машин приезжает. Мы приехали на проспект Братьев Коростелевых, где сейчас произведем замеры дорожной разметки. В этом нам поможет ретро-рефлектометр. Это специальный прибор для определения качества дорожной разметки. Он сертифицирован, используется Росавтодором на федеральных автотрассах. Давайте произведем замер. Коэффициент световозвращения 18 и яркость 160. В соответствии с нормативом, это магистральная улица. Для новой разметки эти показатели должны быть этот 150, этот 130. То есть мы делаем вывод, что яркость разметки соответствует нормативным требованиям. А вот коэффициент световозвращения, то есть тот показатель, как водитель видит разметку ночью, ну, он вообще ни в какие рамки не проходит. То есть должно быть 150, мы видим 18. Это вопрос, либо это брак, либо некачественные материалы, либо и то, и то вместе взятое. Как вы контролируете качество краски и нанесение? Такого прибора у нас нет, извините. Такого за 2 миллиона мы не можем себе позволить, чтобы купить прибор. Ну, а как вы проверяете качество краски? Сертификат представляется фирмой, которая поставляет краску. Видимо, надо провести какую-то проверку по качеству этой краски, раз она не соответствует. Если не соответствует, давайте посмотрим, проведем. Вторая категория – магистральная улица. У нас это не вторая категория дороги. Это не вторая категория дороги, у нас нет категории. Хорошо, давайте опустим, пускай это будет третья. У нас это категория не учитывается, это трассы, это трассовые. Хорошо, даже при условии такого. Это магистральная улица? Да. Магистральная. Для нее второй параметр. Даже если мы возьмем параметр ниже для местных дорог, то он находится в пределах 100-100. Вот РЛ, 100-100. Три месяца эксплуатации, понижающий коэффициент 25%. 75-75. То есть даже если будем считать, что это третья категория, она все равно не проходит. Световозврат не проходит. А второй, что-то показатели вы показали. А второй, вот, смотрите, вот вторая. А второй проходит? Нет, не проходит, тем более не проходит. Чем выше категория? Второй, нет. А, второй проходит? Я сказал, что он проходит. Это что там? Это светоотражение. Ну, то есть яркость, дневная видимость. То есть дневная проходит, ночная не проходит ни в каком условии. А есть возможность в ночное время замерите? А этот прибор, он моделирует ситуацию, то есть он сразу дает показатели ночной и дневной. Это сертифицированное, используется Росавтодором на федеральных автотрассах. И как бы у нас нет оснований ему не верить. Сегодня мы провели инспекцию автомобильных дорог в Оренбурге. Идет ремонт, но дорог еще предстоит отремонтировать очень много. И что нас поразило, на дорогах нет разметки. Она есть кое-где в центре. И то наши замеры показали, что эта разметка не соответствует нормативам. И вот здесь надо будет уже делать проверку. Может быть, некачественная краска. И, как говорят активисты, она стирается буквально через две недели. И они, кстати, провели расследование. Оказалось, что у всех школ на пешеходных переходах разметки просто нет. Такое впечатление, что чиновники не умеют читать ГОСТ и не понимают, зачем нужна разметка на пешеходных переходах. Вот, смотрите, этот пешеходный переход подземный, он сейчас на реконструкции. Он не работает, а рядом сделан наземный пешеходный переход. Но он опасный, здесь нет разметки. И пять полос движения, здесь ходит общественный транспорт. И водители неохотно уступают пешеходам. Поэтому оценку по дорогам мы ставим среднюю. Ремонта еще предстоит очень много. А вот по безопасности мы ставим низкую оценку, потому что безопасностью в городе необходимо заниматься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...